Друзья, всем привет! Тассей снова на связи, снова из офиса. Сегодня хотим поговорить об очень важной теме – выборе машины. Ну да, это как бы с одной стороны очень сложно, с другой стороны очень просто. Но всегда попадают люди, как наши клиенты, например, в ситуацию, когда у тебя есть какой-то бюджет, есть какое-то примерное понимание рынка, примерное понимание своих желаний, но ты заходишь куда-нибудь там в интернет, на какую-нибудь площадку, дром, авито, ну в общем-то любую абсолютно в интернете, и видишь там просто миллионы, миллиардов разных моделей машин. И вроде бы они отличаются, и вроде бы фирмы разные, вроде ты смотришь и почти одно и то же, и отзывы всегда разные, и как вообще выбрать. У нас есть для этого очень такой объективный инструмент, очень объективная штука, которая называется статистика покупки наших клиентов. Мы просто видим, что чаще берут люди, и какую они обратную связь нам дают, мы стараемся ее собирать по машинам, чтобы потом в дальнейшем каким-то новым клиентам или тем, кто хочет менять машину, но уже с нами или работали, давать более полную информацию, не только то, что да, вот оно в целом надежное, да, у него там такой-то двигатель, и вот как бы оно прекрасно ездит. Нет, хотим говорить это все с позиции каких-то реальных данных. Поэтому сегодня мы выкатываем топ-3 кроссовера до полутора миллионов рублей. На самом деле их будет чуть больше, такой спойлер небольшой. Но в целом, да, это три позиции, основных три места, можем их так распределить в этом бюджете, которые будут прям максимально конфеточными. Так что давайте сейчас это все смотреть. Естественно, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на нашу социальную сеть, потому что мы там машины вообще всех ценовых категорий показываем, постоянно, регулярно и с максимальными подробностями. Ну а для тех, кто, кстати говоря, видос до конца, до самого досмотрит, будет небольшой бонус, очень полезный. И мы поэтому рекомендуем именно смотреть. Не проматывать, но вот если вы это сделаете, ну как бы да, полезно будет в любом случае. Давайте. Ну и начнем мы с нашего, наверное, правильно сказать, вашего, то есть клиентского, любимчика. Honda Vezel. Honda Club сейчас возбудится. Придут люди, которые начнут рассказывать обязательно про то, как правильно произносится его название. Мы произносим его вот так. И, в принципе, вам рекомендуем делать это так, как удобно именно вам и ни на кого не обращать внимания. Но вот обращать внимание мы совершенно точно хотим на то, что машина в бюджете полутора миллионов рублей, Honda Vezel, великолепно себя чувствует. Потому что вариаций и вариантов того, как можно себе выбрать такую собрать модель по комплектациям, по двигателям, по коробкам, по всему, ну их просто море. Для тех, кто не знает, на всякий случай напоминаем, что у всех машин полторашка бензиновая. Есть она гибридная, есть обычная атмосферная, есть коробка-вариатор и есть робот. Есть полный привод и есть передний. Причем и у гибридов, и у обычных негибридных версий. Это все не суть важно. Важно, главное, понимать то, для каких целей вы покупаете машину. Но в бюджете полутора миллионов, естественно, что у нас будет варьироваться по пробегам машины. То есть, если вы хотите пожирнее комплектации, там будет похуже, возможно, состояние побольше пробега. Если хотите себе получше состояние, то, наверное, комплектация будет попроще, как-нибудь там побюджетнее. Но в целом, в полутора миллионах легко себе можно привести полноприводный гибрид в на самом деле не самом плохом состоянии. Многие люди очень часто видят машины с аукционными оценками 3,5 балла или даже с R-ками, с замененными деталями, очень сильно боятся. Очень сильно боятся пробегов больше 100 тысяч километров. И просто мы хотим вам сказать еще раз, ваше, конечно, право полное нам верить или не верить. Эти машины нормально себя чувствуют. Реально. Мы не так давно забирали кучу машин, у которых пробег это около 100 или больше 100 тысяч километров. И поверьте, если ее нормально эксплуатировали в Японии, она будет нормально выглядеть, нормально ехать, не чихать, не разваливаться на ходу. Это для России 100 тысяч километров пробега по нашим дорогам с нашими условиями эксплуатации, с нашим маслом, бензином и всем. Они губительны. В Японии нет. Но случаются такие ситуации, когда машина с 10 тысячами пробега приходит дровами. Это нужно понимать. Собственно, для этого у нас есть люди, которые помогают нам с подбором машин там за рубежом, чтобы точно удостовериться о том, что машина придет нормально. Наш топ-1 Везель мы рекомендуем вообще всем, кому действительно нужен кроссовер, кому нужна какая-то проходимость, но не глобальная, и кому нужна нормальная адекватная экономичность. Либо это полторашка, которая в целом много не кушает из-за хорошо настроенной трансмиссии, либо это вообще гибрид, который ваши деньги прям максимально экономит, ну и дает тебе приятные все ощущения от электрической тяги в пробках и так далее, и так далее. Вообще-то, Хонда все это смогли сделать. В этом бюджете прекрасно укладываемся, привозим, так что можете нам смело писать. Наши все контакты есть в описании, вообще во всех наших социальных сетях. Ребята вам найдут, там же сможете посмотреть на те варианты, которые мы уже привозили, или можем привезти, если про телеграм говорить. И будьте сильным обладателем Хонды и членом Хонда-клуба, но только без, знаете ли, там фанатизма. Второе место. Тут не только выгодная и такая хорошая машина, но еще и достаточно интересная. Это Toyota Race и Daihatsu Roki. Абсолютно две одинаковые машины, просто выпускаются под разными брендами. Daihatsu, как напомнено, в всякий случай больше ориентирована на какую-нибудь Юго-Восточную Азию. Toyota для внутреннего рынка. Что из себя представляет автомобиль? Во-первых, это очень глубокое переиздание старого-старого джипа, который в 90-е выпускался Daihatsu. Но теперь это такой кроссовер на грани с кейкаром, потому что у него под капотом литр, турбобензин. Правда, есть версии 1.2 и даже гибридные, но они очень редки. В основном с Японией, все-таки это литруха, вариатор на переднем или на полном приводе. Габариты у машин не сильно большие и при этом достаточно вместительные. Спереди там точно кто угодно сядет. Второй ряд уже такой, ну знаете, нужно немножко потесниться. Ну а багажник влез в все городские покупки. Если скинуть задний ряд, ваши там все вещи для того, чтобы маме помочь на дачу перевезти, тоже поместится. Может не переживать. По клиренсу вообще вопросов никаких у машины. Ну и в целом впечатление остается достаточно приятное. Потому что дизайн такой весь интерес немножко угловатый, немножко засовремененный. Привозили мы достаточно их много. Делали, кстати, обзор. У нас есть обзор на Daihatsu Roki как раз-таки на канале переднеприводный. И как раз-таки, что тогда, когда мы привозили его зимой, что сейчас в бюджете полутора миллионов. Можно взять хорошие версии с нормальными там и парктрониками, и 360 камерами на переднем приводе. Если немножко более простые версии на полном приводе, вполне себе в миллион четыреста, где-нибудь в миллион четыреста пятьдесят они легко заходят. Ну и если вам очень сильно нужно будет, 1,2 литра гибрид тоже можно найти. Но это большая редкость. И в целом в этот ценник он бывает, попадает. Но состояние будет 50-50. Интересная особенность этих машин, так сказать, выгодная. Они с Японии приходят с небольшими пробегами. Больше, чем 60 тысяч мы их еще не видели. Или выпускается он не сильно давно, может быть из-за этого. Но в любом случае приятно. И состояние в основном там хорошее. Ездят, скорее всего, девушки на них очень часто. Ну и как бы они приходят такие красивые, молодые, новые. Садись и наслаждайся здесь уже в России. Вот так вот. Хорошая вторая позиция. Ну и третье место. Заслуженное. Кстати, на всякий случай оговоримся, что рейтинг этот не в плане того, что на первом месте стоит абсолютный-абсолют. А на третьем месте что-то такое среднее. Нет. Тут больше мы опираемся именно на количество покупок и на рекомендации наших клиентов. Поэтому руководствуйтесь этим просто исходя из статистики. А не потому, что на какие-то машины категорически лучше, а другие категорически хуже. Ну просто так вот сложилось. Ну а мы на это опираемся и рассказываем вам. Собственно, третье место. Либо Nissan X-Trail, либо Subaru Forester. И, наверное, сейчас может начаться какое-нибудь там небольшое бурление в комментариях. Но давайте по полочкам. Во-первых, это машины будут примерно одних и тех же годов в этой ценовой категории. Во-вторых, это оба. Кроссоверы. Такие нормальные. Ну, типа, полноразмерные. Практически кроссоверы не субкомпакты и так далее. Там не что-то супер маленькое. На двух литрах двигателях. Да, пусть у одного будет рядник, у другого оппозит. Это не суть важно. У обоих будет возможность иметь полный привод. И у обоих будут в целом не самые плохие внедорожные характеристики. Потому что именно вот эта категория автомобилей уже рассматривается многими как что-то, на чем можно из-за город, так сказать, выскочить. Если мы берем X-Trail, то тут классическая история. Конечно, нужно следить за лакокрасом. Они из Японии, многие приходят уже с ржавчиной. Поэтому мы следим, когда покупаем какие-нибудь там X-Trail для наших клиентов. Это будет достаточно такая средненькая комплектация и не самый большой пробег. X-Trail обычно не закатывают. Нужно понимать, что на стыке вот этого вот бюджета находятся два кузова. Это либо 31-й, либо 32-й, который уже посвежее, поновее. Если мы говорим про более свежий кузов, там 14-й, 15-й, предположим, год, это будут только переднеприводные версии. Если мы не хотим дрова. Конечно, найти что-то разваленное в хлам можно. И оно будет полноприводным. Но вопрос, зачем? Если можно взять себе 31-й кузов, который может быть не настолько там вау актуальный. Но он будет в хорошей комплектации гарантированно. И гарантированно с полным приводом. Да, там ничего там сверхъестественного нет. Никакие там мосты, блокировки. Но в целом, да, он нормально едет. Где-то по снегу, где-то по грязи он вас вытащит. Ну и я думаю, что все люди адекватные понимают, что двухлитровый кроссовер тащить в грязь без подготовки не надо. И он достаточно будет комфортным. И для города при этом на каждый день просто прекрасно. Все у нас рекомендуют. Subaru Forester. Тут история, в принципе, похожая. Только вместо рядника у нас оппозит под капотом. Интересный двигатель. Низкий центр тяжести. Немножко бывает вот это происходит. Ладно, мы шутим. Конечно же нет. Если за машиной следить. Если за машиной следили, даже на больших цифрах за 100 тысяч пробега эти движки не стучат. Не дымят. Не плюются маслом. Не вылетают вам в салон. И в общем, с ним все нормально. Ничего не происходит. Просто нужно хорошо обслуживать машину. Здесь будут не самые плохие опции. Но, наверное, чуть-чуть победнее в сравнении таком просто абсолютном с Nissan. Все-таки Subaru бренд не самый дешевый. Будет хорошая проходимость. Будет постоянный полный привод. Вот этот вот наш крутецкий. И на самом деле не самая плохая динамика. В бюджете полутора миллионов. Да, это гарантированный полный привод и хорошее состояние. Прекрасно. Мы считаем, отличный выбор для третьего места. Уже это более серьезное среди кроссоверов. Друзья, вот такой вот у нас получился список. Мы, естественно, не говорим, что это абсолютный абсолют. Что им вот надо прям строго пользоваться. Что самое лучшее на связали. Все, нет конкурентов. Конечно же, нет. Это просто наши наблюдения. Это просто слова наших клиентов. Ну и наши какие-то там собственные мысли и домыслы. Мы просто рекомендуем выбирать машину, в первую очередь, и головой, и сердцем. Чтобы это все было на стыке. Чтобы вы и любили машину. И понимали, что она вас без штанов не оставит. И будет подходить под ваши нужды. Ну а когда вы поймете, какой автомобиль вам хочется. И даже если не до конца. Просто приходите к нам. А прийти к нам можно или лично во Владивостоке, в Иркутске и в Москве. Или пишите и звоните нам по телефону. Мы подберем для вас машину, которую вы правда полюбите. И будете от нее кайфовать по самым вашим лучшим запросам. Ну а для того, чтобы все было удобнее. И как мы и говорили про небольшой бонус. Вот небольшой чек-лист для того, чтобы подобрать себе машину. Он будет у нас ссылочка отдельная в описании этого ролика. Либо вот здесь вот как раз таки на экране для удобства. Пользуйтесь им. Выбирайте самые лучшие машины. Звоните нам. И уже в скором времени будете ездить на машине своей мечты с Тосеем. Это легко.